приветствую всех на канале сад огород своими руками сейчас я хочу ответить в этом видео на распространенный вопрос когда нужно проводить первую подкормку молодой рассады показывать и рассказывать буду на примере рассады которую мы выращиваем в комнате как и большинство огородников желающих получать раннюю продукцию давайте начнем с осмотра молодых всходов это томаты которые недавно взошли и вот на примере них мы сейчас и поговорим нужно ли подкармливать растения в такой фазе развития когда семидоли однозначно нет я думаю вы все об этом прекрасно знаете потому что пока не появится первый настоящий листочек не начнет появляться настоящий корень эти два события примерно совпадают по времени поэтому пока не будет настоящего корня никакие растения подкармливать естественно не нужно пишут в комментариях что пожелтели и мы их начали подкармливать вот в такой фазе пожелтели растения и начали уже подкармливать это ошибка которую вообще не стоило совершать почему потому что корень сейчас очень очень нежный очень слабый очень так реагирует на повышение солевых концентраций его очень легко можно обжечь повышая солевую концентрацию корень вообще перестает работать и ситуация только усугубляется вот когда появилась молодое растение всходы они еще некоторое время будут питаться белком который находился в ядре семечка на первоначальном этапе потом когда появляются корневые окончания настоящего корешка начинается поглощение элементов питания с грунта в который вы проводили посев если вы для выращивания рассады подобрали правильно грунт заправленные элементами питания такими как макроэлементы азот фосфор калий микроэлементами а сейчас большинство подавляющие современных грунтов качественных заправляются производителем уже на производстве всеми необходимыми для развития растений на первоначальном этапе элементами питания поэтому пока растения не достигнут определенного размера им будет хватать питания в этих кубиках ничего сейчас не подкармливать не помидоры не вот перец который тоже мы недавно получили всходы я думаю с этим все понятно а чего же у некоторых огородников может происходить пожелтение подсыхание но подсыхание молодых листочков может происходить от пониженной влажности воздуха в комнате часто бывает пониженная влажность воздуха это обусловлено внутрикомнатными причинами возможно близко лампа может располагаться если недостаточное расстояние тогда может поджигаться лампой особенно фито лампы существенно влияют на подсыхание листочков они просто их и сушивают отодвиньте увеличить немножко расстояние от лампы до растений понисти возможно температуру повысить влажность окружающего надземную часть растений воздуха вот из-за чего могут но никак пожелтение не будет связано на таком этапе развития растений с недостатком элементов питания ну может еще быть пожелтение от того что переувлажнение перелили и тогда происходит замокание осмотические процессы в корневой системе останавливается и растение начинает хлорозить поэтому не переливайте если так случилось что перелили полностью прекратите полив на некоторое время порыхлите вот так видите у нас всегда порыхленно поверхность порыхленно для того чтобы подсыхала во первых это будет предотвращать появление черной ножки потому что как раз таки влажность на поверхности приводит к появлению черной ножки в общем проводите рыхленно рыхление тогда проблем с перемоканием не будет и с появлением черной ножки давайте посмотрим растения которые немножко старше это цветы которые мы сели пораньше уже здесь много настоящих листочков это вербена кстати нужно ли их подкармливать вот сейчас в этом развитии мы растения еще даже не подкармливаем потому что во первых смотрим по внешнему виду они зеленые нормальный цвет я не вижу никаких проблем с их развитием и корневая система еще даже не добралась до краешка вот этих кубиков грунтовых в которых они растут потому что корневая система по мере разрастания будет добираться до тех запасов элементов питания которые находятся в грунте опять же от производителя поэтому никаких подкормок еще пока не делаем в основном первую подкормку на рассаде мы проводим при проведении пикировки перевалки вот тогда уже чуть-чуть подросшие растения нуждаются в дополнительном источнике питания для активизации дальнейшего нарастания если же вы на маленьких растениях увидели проблему пожелтение подсыхание то обращайте внимание ищите причину в условиях выращивания опять же переливы пересыхание пересвечивание в том числе пересушивание воздуха в котором выращиваете свои растения и что-то подобное даже вредители могут поражать такие маленькие растения вот друзья что хотел рассказать в этом видео надеюсь оно поможет вам найти причину если вдруг у вас что-то не то и как-то не так выглядит ваша рассада на этом закончу спасибо за внимание всем хороших растений мирного неба над головой до свидания спасибо за внимание спасибо за внимание Продолжение следует...